14 мая ВГУ подвели итоги межводовского образовательного проекта «Брэнгейм». Основной целью организаторы проекта Воронежский государственный университет и молодежное правительство Воронежской области ставят привлечение активной и инициативной молодежи к участию в общественно-политической жизни и предпринимательской деятельности нашего региона. Для нас ваши проекты – это, с одной стороны, совершенно новые идеи, которые генерируются в ваших умных головах, а с другой стороны, мы показываем власть имущим, мы показываем региональной власти, бизнес-сообществу, то, что мы можем что-то новое предложить и показать вашей компетенции в области управления проектами. «Брэнгейм», что в переводе с английского означает «интеллектуальная игра», проходил в четыре этапа с апреля по май. Мастер-классы по основам социального проектирования, деловая игра, посвященная актуальным проблемам современности, образовательная программа по проектному менеджменту в социальной и бизнес-сферах – вот с чем пришлось столкнуться участникам проекта. Являясь площадкой для разработки и реализации проектов, «Брэнгейм» безусловно предоставляет уникальную возможность молодым талантам получить инвестиции для запуска собственного социального или бизнес-проекта. Формируя класс молодежного актива, лидеров уже сейчас, по мнению жюри, в будущем ребята смогут стать эффективными правленцами нашей страны, умеющими создавать и притворять в жизнь ряд инициатив с тем, чтобы изменить мир вокруг себя. Уже никто не пользуется известными заранее. Все привыкли строить мнение на основании мнений других людей и получать информацию гораздо быстрее, чем печатные издания или, например, телевидение после их модерации. И в Твиттере новости получаются гораздо быстрее, но поскольку читать постоянно различные новости людям не хочется, каждый день какой-то круплиц, они могут с помощью нашего приложения фильтровать. Будут вступаем в них информацию. По итогам конкурса были отобраны наиболее инициативные, креативные и талантливые студенты, которые в финале игры презентовали собственные разработанные проекты перед экспертами, ведущими бизнесменами области, депутатами Воронежской областной думы, представителями исполнительной ветви государственной власти. Впечатление у меня хорошее, настроение и у меня, и у участников данного проекта позитивное. Я думаю, и нам, депутатам и предпринимателям, в одном лице полезно поучаствовать в этом, посмотреть, чем дышит, как рассуждает, на каком уровне работают молодежные команды, отрабатывающие такие интересные позиции, как социальные проекты, как бизнес-проекты. И, я думаю, полезно молодым ребятам получить те комментарии, может быть, те замечания, которые позволяют им более системно, глубоко смотреть на свои проекты. Большинство отобранных для финала проектов, безусловно, заслужили право быть реализованными. Победителями Мизбурзовского образовательного проекта «Брэйнгейм» стала команда ВГУ «Шапки». Александр Исаевичкин, Дмитрий Рябцев, Александр Наскидашвили с проектом «Помощь в автокредитовании». Второе место у команды «Двое СВКН» и проекта «Твиттер-лента». Третье место досталось команде «Опережая время» Воронежского государственного университета инженерных технологий, предложившей развить и популяризировать американский футбол. С специальным призом была награждена команда «Тандем» с проектом «Процветающая деревня». Победители проектов получили гранты разных размеров для реализации на протяжении 2012 года своих работ.